Флориду накрыла большая вода. Эти кадры я лично снимал накануне. Улицы превратились в реки, аллигаторы и даже акулы стали заплывать в жилые дома. И пока погода успокаиваться не собирается, вот еще о чем расскажу сегодня в выпуске. Молния начала бить по мексиканским курортам. Разряды прилетали в бассейны и джакузи. Один американец погиб, второго доставили в США в критическом состоянии. Кадры, как из голливудского боевика, горящая фура на скорости проехала целую милю в Иллинойсе. За рулем была трак-драйвер, женщина. Восемь граждан Таджикистана арестованы в Лос-Анджелесе, Нью-Йорке и Филадельфии. Некоторые из них могут быть связаны с запрещенными организациями. США продолжают следить за маневрами российских военных судов у берегов Кубы. Ожидается, что корабли ВМФ России пробудут там до 17 июня. Вторжение койотов. Жительница Южной Калифорнии обнаружила стаю диких животных, живущих под ее домом. Все подробности прямо сейчас. Это новости из Америки об Америке. Из студии во Флориде Влад Артюхов. Всем привет! Чтобы не пропустить новые выпуски, подписывайтесь на канал. Ну и к новостям. В Соединенных Штатах Америки объявлено чрезвычайное положение из-за мощных ливней в штате Флорида. От масштабного наводнения уже пострадали пять округов. Дожди продолжают заливать южную часть региона. Прогнозы неутешительные. Под ударом оказались в том числе районы Сарасота, Голливуд во Флориде, город Майами. В некоторых местах вода поднялась до уровня капотов автомобилей. За час выпадает до 4 дюймов осадков. Это более 10 сантиметров. Вот такой душ можно было принять прямо возле своего дома. Вода пришла за считанные секунды. Правда, позже выяснилось, это совсем небезопасно. В этих образовавшихся реках могут быть аллигаторы и даже акулы. Энимал-контроль был на чеку и в случае подобного выезжал на вызовы, чтобы убрать хищников с улиц. Власти начали готовить спецмашины для борьбы с наводнением и последствиями. Жителям Флориды рекомендуют не выходить из домов и держаться подальше от дорог общего пользования, которые превратились в реки. Прекращение проливных дождей в ближайшие дни синоптики не ожидают. Пришедший с Мексиканского залива тропический шторм затопил автомагистрали. Коммунальные службы откачивают воду с улиц. В аэропорту Майами отменены или задержаны около 500 рейсов, 165 задержаны. Хоккеисты команды Флорида Пантер смогли вылететь на игру финала Кубка Стэнли только после многочасовой задержки. Сильное наводнение в Холлендейл-Бище, расположенном к северу от Майами, в некоторых местах затопило автомобили по лобовое стекло. Это вынудило некоторых водителей покинуть свои заглохшие автомобили и перейти в безопасное место. Семья потеряла своего маленького сына во время урагана накануне, но позже воссоединилась с помощью полиции, которая нашла ребенка, сообщили представители Холлендейл-Бич. Жительница города Кейт Мадригал провела пять часов застрявшей в своей машине после того, как она внезапно оказалась окружена паводковыми водами по дороге на работу недалеко от Голливуда, штат Флорида. Она смогла припарковаться на тротуаре, чтобы подняться на возвышенность, но начала паниковать, когда вода поднялась, а машины вокруг нее начали глохнуть. Несколько местных чиновников предостерегают от попыток проехать через мутные паводковые воды и призывают измученных штормом жителей Южной Флориды оставаться дома. По данным Департамента дорожной безопасности Флориды, большинство случаев утопления, связанных с наводнениями, происходит, когда автомобили по незнанию заезжают в глубокую воду. Влажная погода, скорее всего, сохранится и на выходных, но не будет такой суровой, как в последние несколько дней. Но даже интенсивность осадков от легкой до умеренной, характерная для типичных июньских ливней и гроз, может вызвать дополнительные проблемы с наводнениями. Погода будто сошла с ума. Житель Техаса умер после того, как его ударило током в джакузи на мексиканском курорте, сообщили местные власти. 43-летний турист находился в джакузи вместе с другим человеком, когда оба были шокированы, говорится в заявлении Генеральной прокуратуры штата Сонора. Об инциденте сообщалось около 8.30 п.м. накануне в зоне бассейна частного комплекса на курорте Пуэрто-Пиньяско. На кадрах видно, как очевидцы кричат, толпясь вокруг джакузи, в то время как кто-то делает массаж грудной клетки, лежащему на земле человеку. К ситуации на американских дорогах полиция отреагировала на возгорание фуры с прицепами на восточном шоссе 80 отметка 12 мили в округе Генри, штат Иллинойс. Прицепы загорелись, но водитель продолжала ехать примерно одну милю, роняя горящие обломки на проезжую часть, сообщили во втором отряде полиции штата Иллинойс. В конце концов, водитель грузовика выехала на правую обочину межштатной автомагистрали. Видеоряд, снятый на телефон, напоминает кадры из голливудского боевика. Но все это было не в кино, а в реальной жизни. Грузовик сбросил на проезжую часть горящие коробки с печеньем. О травмах не сообщалось. 29-летняя жительница Флориды была привлечена к ответственности за вождение в нетрезвом виде в состоянии алкогольного опьянения. По данным полиции штата, в результате инцидента движение по дороге было заблокировано примерно на 6 часов. В Соединенных Штатах Америки арестованы 8 выходцев из Таджикистана. Их подозревают в связях с террористической группировкой «Исламское государство», сообщает газета «Нью-Йорк-Пост». Шестеро из них имеют гражданство России. За последние несколько дней агенты иммиграционной службы арестовали нескольких неграждан. Действия проводились в тесной координации с группой ФБР по борьбе с терроризмом. Арестованные находятся под стражей в ожидании процедуры высылки. Цитирует газета о совместное заявление Министерства внутренней безопасности Соединенных Штатов и ФБР. Как пишет русская служба «Голоса Америки», по данным «Нью-Йорк-Пост», официально подозреваемые задержаны за нарушение иммиграционного законодательства. Все они пересекли южную границу. Как минимум двое из них весной 2023 года. Обвинения в связях с ИГИЛ им еще не предъявлялись. ФБР следила за группой несколько месяцев, отметила телекомпания NBC News. В ходе прослушки выяснилось, что один из подозреваемых говорил о бомбах. По словам собеседника «Нью-Йорк-Пост», речь могла идти о подготовке теракта, подобного взрывам на бостонском марафоне в 2013 году или даже хуже. США продолжают следить за маневрами российских военных кораблей у берегов Кубы. По словам представителей администрации, они не представляют угрозы. Вместе с тем, по некоторым оценкам, их следует расценивать как демонстрацию силы на фоне роста напряженности в Восточной Европе. Первыми в порт Гаваны прибыли топливозаправщик, академик Пашин и буксир Николай Чикер. Предполагается, что подводная лодка «Казань» и фрегат «Адмирал Горшков» также вошли в гавань. Куба заявила на прошлой неделе, что подобные маневры являются стандартной практикой для военно-морских подразделений дружественных Гавани стран и что участвующие в маневрах корабли не несут ядерного оружия и не представляют угрозы для региона. «Мы внимательно следим за маршрутами кораблей», сообщило агентству Reuters на условиях анонимности представитель администрации США. Ни корабли, ни подводная лодка не представляют прямой угрозы для Соединенных Штатов Америки. Гавана находится в 90 милях, это 144 километра от Киуэста, штат Флорида, где расположена военно-морская авиационная база. Маневры также совпали по времени с самым тяжелым за последние десятилетия социальным и экономическим кризисом на Кубе. Нехваткой продуктов питания, медикаментов и топлива, и растущим недовольством населения. В мае президент Кубы в четвертый раз посетил Россию, где принял участие в военном параде и заявил, что Москва всегда может рассчитывать на поддержку Гаваны. В марте Россия поставила на Кубу 90 тысяч метрических тонн российской нефти и обещала помочь Гаване в реализации самых разных проектов – от производства сахара до инфраструктуры, возобновляемых источников энергии и туризма. Ожидается, что корабли ВМФ России пробудут у берегов Кубы до 17 июня. Женщина из Южной Калифорнии была шокирована, обнаружив, что под ее домом жила семья койотов. Камеры наблюдения запечатлели момент, когда женщине, выгуливавшей собаку, пришлось бежать в безопасное место после того, как она столкнулась лицом к лицу со стая диких животных в своем дворе. Жители района Леймерт Парк заявили, что рост числа койотов, обыскивающих этот район, заставил их беспокоиться за свою безопасность. Просмотрев записи с камер видеонаблюдения, эта женщина подтвердила, что койоты действительно жили под ее домом. «На самом деле я увидела на лужайке перед домом четырех щенков и двух взрослых койотов, убивающих енота, опоссума или кого-то еще. Она подумала, о, черт возьми, это целая семья. Она обратилась в местные правоохранительные органы, которые направили ее в службу по контролю за животными. Но никто не смог ей помочь. Некоторое время она чувствовала себя беспомощной, пока не связалась с организацией, которая использует гуманные методы уничтожения диких животных без убийств. Подвал Харрис в конечном итоге был опечатан, и семья койотов покинула ее собственность. Никогда в своих самых смелых мечтах она бы не подумала, что койоты находятся прямо под носом, сказала она с недоверием. Харрис прокомментировала, что она также понимает, койоты, скорее всего, останутся в этом районе, поскольку эта местность – их естественный дом. Следите за новостями всех 50 штатов на этом канале, комментируйте видео, ставьте лайки, подписывайтесь, буду очень благодарен. А также становитесь спонсором канала или просто поддерживайте нас. Финансовые реквизиты в описании к этому видео во всех социальных сетях. Увидимся в следующих эфирах. Субтитры создавал DimaTorzok